добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet epica 2011 года выпуска 2 литра автомат на этом автомобиле сегодня заменю приводной ремень и ролики там два ролика один обводной один натяжной но натяжной ролик я буду менять без механизма хоть он и в оригинале идет и в дубликатах только в сборе посмотрел на него откручивал перед этим на другим на другом автомобиле что он съемный и он по моему точно такой же как и в одной роли поэтому я заказал два оригинальных гейтсовских ролика нос музыка как оригинальных 2 обводных гейтсовских ролика и сейчас сниму и посмотрю если так оно и есть я поменяю ремень я уже менял на этом автомобиле я его менял на где-то около 80 тысяч пробега было я его заменил в принципе ремень еще был живой ну мне он внешне не понравился хотя снял когда посмотрел был нормально ну заменил пробежал я сейчас уже после замены получается пятьдесят пять тысяч и здесь было такое ну просьба была просто или показать как заменить ремень и как заменить ролики ну и заодно решил сразу сделать замену чтобы и дальше уже там не заглядывать в этот ремень купил амдшный ремень корейский и ролики гейтсовский сейчас поднимаем автомобиль снимаем колесо снимаем пыльник и добираемся до ролика ну что поднял автомобиль снял защиту снял колеса и немножко опешил скажем так закончилось у нас холодное время дорога у нас на подъезде очень разбита поэтому последнее время мы катались по ужасной дороге даже было такое желание снять видео и выложить по каким канавам и яма мы передвигаемся но вроде решение приняли будут ее ремонтировать только не знаю когда они это начнут делать но в данный момент тогда сделаю еще беглый осмотр по тому что у нас произошло как напомню автомобиля пробег 135 там но почти 136 тысяч километров на данный момент стойки передние стоят еще родные ну вот как видно на передней стойке кинула масло все засопливила стойка буду я ее менять стоит она еще оригинально но так как стойка одна не меняется меняется парами поэтому менять будут две стойки сейчас закажу и чуть чуть попозже я их заменю также выработка на тормозном диске но это выработка еще с родных колодок вот родные колодки на 23000 как легли так эта выработка и остается но хочу чтобы было красиво поэтому диски я тоже поменяю внутренняя колодка с этой стороны осталось где-то миллиметра три четыре с учетом выработки а а вот наружная колодка здесь еще нормальная но менять опять же не будем по одной менять будем целиком вот здесь вот с этой стороны внутренняя колодка осталось миллиметра три не больше с чем связано не знаю суппорта направляющие все двигаются все смазано также выработка здесь на диске тормозном в принципе это не смертельно не критично не так они дорого стоят я их заменю это стойка вот видно она сухая все нормально втулки стабилизатора нормальные стойки стабилизатора нормальные передние сайлентблоки они трещинки есть но они не двигаются в принципе они живые ну посмотрю может быть и их заменю шаровые опоры подергал покачал шаровые живые а вот задние сайлентблоки задние сайлентблоки уже надорваны вот отсюда видно он сместился к переду вот сверху надрыв но они не оторваны но надорваны двигаются я их тоже заменю подушка вот я смотрел почему обратил внимание на предыдущий эпики тому товарища менял подушки у него это лежало у меня еще нормально у меня подушка не лежит и передняя у меня не разорвана вот я его смотрел там она целая потом опять же вернемся к ямам вот так вот произошло с гофрой но она не пробита порвала только вот это сетку поэтому пока я ее менять не буду но перспективе я ее тоже заменю и заменю наверное в тот момент когда буду вырезать катализаторы катализаторы я хочу вырезать так также вот с этим сайлентблоком задним тоже видно что он надорванный вот с этой стороны хорошо видно надорванный вот этот целинблок он живой еще но тоже посмотрю если буду снимать возможно что сразу и его заменю это шаровая тоже у нас осталась живая и также я сзади нашел сюрпризы вот с этой стороны цапфу я менял вот эту большую цапфу которая идет она идет здесь цельная с целинблоками это уже стоит замененная этот доминант стоит здесь вот этот целинблок и вот этот целинблок здесь обычные резиновые неподвижные правая сторона у меня все нормально здесь стойки стабилизатора и втулки я менял на 100 тысячах а вот эта стойка все это то есть это цапфа она у меня загремела загремел вот этот целинблок машину когда соберу опущу подергаю колесо я покажу как она стукает я сначала подумал может быть эти верхние саленблоки застучали или шаровые нет проверил саленблоки живые с левой стороны живые а с правой стороны саленблок заскрипел задний саленблок я его закажу поменяю а может быть даже я все саленблоки задние верхние сменю там подвижной бычий глаз стоит почему я здесь будут цапфу менять они саленблок в оригинале она идет только с сапфой есть китайские саленблоки эти фэбэсты ну смысл ставить его я не вижу потому что они долго не ходят они быстро вылетают и тратить только время и деньги на его замену я не вижу необходимости поэтому я сейчас заказал цапфу такой же доминант потому что та цапфа у меня уже пробежала 35000 нормально ходит меня устраивает диски тормозные здесь живые выработки на них нет а вот колодки еще походят колодки вот такое состояние они еще побегают поэтому менять мы их пока не будем стойки задние живые ну и в принципе такого страшного особо ничего нет ну вот три из четыре позиции нашел которых надо будет заменить поэтому я сейчас буду потихонечку заказывать и менять все это я отсниму конечно и выложу видео на каждую работу а сейчас а сейчас мы меняем наш ремень вот он ремень его хорошо видно видно в каком он состоянии пробежал он как я сказал немного 55000 но времени весь потрескавшийся поэтому хорошо что я его полез заменить сейчас на лето на пробеге чтоб он сюрпризов никаких не преподнес и еще мне вот не нравится вот этим они маслянистые пятна нам а на шкиве вроде сальник сухой подтеков никаких нет но откуда там масло ладно это мы будем наблюдать за этим делом если надо будет то есть сальник сменим передний так вот у нас два ролика они стоят рядышком вот это у нас натяжной а вот это у нас обводной на роликах какие-то есть родные номера сейчас протру так маркировка на них немножко разная на одном написано 11 25 4р а на другом написано 11 24 1 а маркировка у них разная угадать не будем мы сейчас снимем и посмотрим что это и к чему это ключик здесь на 14 накидной накидываем вот как видно ролик у нас двигается сейчас мы его поднимаем вверх и скидываем уже ремешок скидываем скидываем во ремешок ролик отпускаю снимаю ремень Можно зарисовать, как ремень у нас раскинуть. Можно сфотографировать, чтобы потом не ломать голову. Все, ремень снял. Теперь берем, откручиваем вот этот ролик. Кстати, сейчас я его подтяну. Я даже их не попробовал, как они шумят, не шумят. Вот ролик не шумит. А этот, и этот не шумит. Ролики, напомню, прошли 135 тысяч. Когда я менял ремень, я их не менял, но я смазал подшипники, мыл и смазал. В крайнем случае, чтобы не менять ролики, можно заменить в роликах подшипники номер подшипника. Я сейчас сниму ролики и скажу, какие там номера. Если что, даже можете взять, выдавить подшипники, а новые поставить. По деньгам это будет гораздо дешевле. Вот такой вот стоит подшипник. Сейчас я его скажу маркировку. Здесь стоит 6203 DDUZ. Ну, в принципе, 6203, любой закрытый подшипник. Снимаем второй. Ключ там на 17. А, вон на резиночке здесь болт сидит сзади. Вот болт, вот резиновое кольцо его держит. Поэтому для удобства установки его сделали так. Сейчас я сниму болт. Да, подшипники одинаковые. Такой же подшипник стоит 6203. Здесь только DGE написано. Но тот же самый закрытый подшипник 6203. А вот ролики, которые я заказал фирмы Gates. Они идут Т36409. Открываю его. Вот такой вот ролик. Вот этот ролик идет, который натяжной. Он, как сразу видите, в сборе с болтом, с шайбой. И с резинкой, вот резинка, которая держит. Ну, второй ролик, разумеется, точно такой же. Потому что я заказал два одинаковых. Вот он, второй ролик. Сейчас его открываю. Такой же номер у него. Т36409. Вот точно такой же с болтом. Сейчас мы снимаем этот болт. Те старые ролики, вот два ролика. Это вот натяжной, а это вот обводной. По диаметру они одинаковые. По ширине они одинаковые. И по подшипникам они одинаковые. Поэтому переплачивать, если целый натяжитель, вообще нет никакой необходимости. Натяжитель, если надо снять, после того, как сняли вот ролик, здесь два болта, открутили и уже сняли натяжитель. Снимается он довольно-таки легко. Так, ну что, берем, устанавливаем сначала вот этот ролик на место. Немножко там неудобно, но ключиком рожковым помогаете ровно его ставить и подкручиваете. Только здесь рожковый ключик сделали, не понял, на 18 что ли? Нет, на 17. Все, вот я его наживил. Теперь берем его и закручиваем. Да, неудобно. Но это не то неудобство. Здесь вполне можно нормально его закрутить. Вот я его докрутил. Теперь мы его подтягиваем. И устанавливаем второй. Почистил болтик с шайбочкой, устанавливаем ролик и затягиваем его. Вот как видно, ролики у нас крутятся хорошо. Берем ремешок фирмы AMD. Он идет по номеру GM 964 040 87. А по AMD, он идет AMD BL 364. Здесь описание уже и есть. Chevrolet Epic 2.5, 2. С 11 до 11 года. Ну, хотя не до 11, до 12 машина выпускалась. До 12 года идет. Длина ремня 6 ПК 1835. Ремень в оригинале поставляется на конвейер AMD. Также в оригинале поставляется на конвейер Дангил. Берем, раскидываем ремешок. И натягиваем его. Сейчас я приопущу машину. Вот, раскинул я ремешок по роликам. И одеваем ремень. Для этого мы ремень перекидываем через болт. Накидываем ключ. И поднимаем ролик вверх. Все, наш ремень установлен. Сейчас мы проверяем по ручейкам, все ли у нас стоит нормально. Нигде ремень не перекосило, чтобы его не порезало, не порвало, не скинуло. И заведем, посмотрим, как уже он будет себя вести на заведенном автомобиле. Так, смотрим мы сначала коленвал. Коленвал у нас нормально. Смотрим генератор сверху. Генератор у нас нормально. Кондиционер у нас нормально. Помпа, помпа у нас нормально. Все, у нас все нормально. Ставим защиту и опускаем автомобиль. Все, опустил автомобиль. Сейчас пробуем завести. А, хотел еще заднее же колесо показать. Сейчас покажу. Не знаю, сейчас будет-не будет. Только опустил колеса, поменял. Летнюю резину поставил. Сейчас потрясу. Машину заглушу. Вот, слушайте стук. Вот так стучит нижний соленблок. Его явно, четко слышно. На машину он передается очень явно. Такое впечатление, как будто, когда заезжаешь, как туп-туп. Он не постоянно долбит. Он долбит именно, когда ямка, бордюра, переезд какой-нибудь, вот такой рельсы там в этот момент. На правом колесе такого нету. Правый стоит тихо. Но у правого на верхнем рычаге похрустывает соленблок верхний один. На этом все. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok